Рота почетного караула 154-го отдельного преображенского комендантского полка, дислоцированного в Москве, закрыла пешую часть грандиозного военного парада на знаменитой площади Тяньаньмэнь в честь 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 70-летия окончания Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Российская рота замкнула пешую часть парада, которая по традиции проведения военных парадов, является самым почетным местом. Рота российских военнослужащих состояла из трех взводов, представляющих сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот РФ. Ранее Минобороны РФ сообщила, что подразделение приняло участие в генеральной репетиции парада и завершило подготовку к торжественному мероприятию, проведя тренировки по выполнению строевых приемов в движении и на месте, с оружием и без него. Сообщалось, что в свободное от тренировок время российские военнослужащие посетили Пекин, а также одну из воинских частей армии Китая. Батальон почетного караула 154-го полка участвует во всех крупнейших мероприятиях, проводимых руководством государства в нашей стране и за рубежом, встречи и проводы глав иностранных делегаций, возложения венков к Вечному огню и многих других. При участии военнослужащих батальона также проводятся военные парады. В Москве батальон принял участие в более чем 35 тысячах торжественных мероприятий. Как ранее отметил командир 1-й роты почетного караула капитан Дмитрий Бобров, российских военнослужащих в Китае приняли хорошо, кормят по высшему классу блюдами европейской кухни. Кроме российских военнослужащих, в пешей части парада также приняли участие военные из стран СНГ, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана. Также участвовали военнослужащие таких стран, как Монголия, Куба, Египет, Пакистан, Камбоджа, Лаос, Фиджи, Венесуэла, Вануату и Сербия. В Пекине на известной площади Тяньаньмэнь в четверг проходит масштабный военный парад, приуроченный к 70-й годовщине победы китайского народа в войне сопротивления с Японией, а также в честь 70-летия окончания Второй мировой войны. В параде принимают участие около 12 тысяч военнослужащих, 500 единиц военной техники и свыше 200 самолетов, а также около 1000 иностранных военнослужащих из 17 стран мира. Начался парад 70 залпами из артиллерийских орудий, символизирующих памятную дату. Парад в Пекине является составляющей праздничных мероприятий по всему миру в честь 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Одним из важных этапов этих мероприятий стал парад на Красной площади в Москве 9 мая, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне, в котором участвовали около 200 единиц военной техники, более 16 тысяч военнослужащих, в числе которых более 700 иностранных военных из 10 стран. Всего в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 70-летия победы приняли участие около 30 глав государств и правительств зарубежных стран и руководителей международных организаций.